18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Эти территории будут вынесены на общественное голосование. Выбор за анапчанами. На каких территориях курорта будет сформирована современная городская среда, определят жители. Этот светильник – символ нашего города Горгипи. Засветились в музее. В Горгипе открылась уникальная выставка древнегреческих светильников. Самое сложное – то, что противогаз чуть-чуть большой, и он спадает. И автомат тугой. А ну-ка, парни! Школьники и курсанты сошлись на полосе препятствий, чтобы выяснить, кто готов Родину защищать. В Анапе усилят меры по контролю за реализацией контрафактного алкоголя. Нарушители с этого года ожидают весьма серьезные штрафы. Кроме этого, в магазинах, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений, будет введен полный запрет на продажу табачных изделий. Эти и другие вопросы обсудили участники антинаркотической комиссии на очередном заседании. В Анапе всерьез займутся торговлей суррогатом. Выявлять и пресекать такую деятельность на корню – задача главы города. По его мнению, статус курорта требует особого внимания к этой проблеме. В ее решении может помочь ужесточение наказания. В данный момент на стадии согласования находится проект правительства России, предусматривающий существенное увеличение штрафов за торговлю контрафактом алкоголем. Усилит контроль и за продажей алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Стометровая зона вокруг всех образовательных учреждений должна быть свободна от алкогольной и табачной продукции. По результатам таких обследований в 2017 году мы установлены нарушения в семи торговых объектов. Все рынковые факты зафиксированы в дежурной части ОМВД России по городу Анапе. Сотрудниками ОМВД России по городу Анапе проведены мероприятия по изъятному образовательной продукции в количестве 440 литров и табачных изделий в количестве 161 пачек. В отношении виновных лиц составлено 7 протоколов всего ОМВД России по городу Анапе, в том числе в результате совместных, проводимых с администрацией мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконной реализации алкогольного диспетра поддерживающей продукции, в 2017 году составлено 1352 административных протоколов. Не снижаются темпы и в борьбе с наркоманией. Работа антинаркотической комиссии в 2017 году дала положительные результаты. Наблюдается устойчивое снижение потребления опасных веществ среди населения. В последнее время отмечается стабилизация ситуации незаконного наркопотребления в муниципальном образовании город-курорт Анапа. В течение последних пяти лет фиксируется устойчивая тенденция к уменьшению количества лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете, по поводу употребления наркотических средств 2013, 734, 14, 660, 15, 539, 16, 400, 2017, 312 человек. По итогам заседания была выработана стратегия работы на 2018 год. Кроме антинаркотических мероприятий, в которых будут задействованы управление культуры, образовании и спорта, заместителям главы Сергеем Козловым было дано поручение казакам совместно с главами сельских округов провести контрольные рейды по выявлению мест прорастания дикорастущей конопли и мака. К работе также подключатся сотрудники МВД. Руслан Душевский, Анапа. Регион. На курорте продолжается реализация федерального приоритетного проекта «Городская комфортная среда». Он рассчитан до 2022 года. Примерно треть выделяемых федеральным бюджетом средств направляется на благоустройство общественных территорий. Остальные две трети на обустройство дворовых площадок. Заявки принимались с 5 декабря по 17 января. Вчера в городской администрации были выбраны приоритетные проекты. Всего рассмотрено более 50 работ. Одобрено почти полтора десятка из них. И теперь жители Анапы сами смогут выбрать, какие именно территории получат средства на благоустройство. Из этих 59 заявок были отобраны 14 территорий, исходя из культурной и социальной значимости, а также исходя из возможности фактического благоустройства в текущем году. 14 честных территорий. Эти территории будут вынесены на общественное голосование. Также на данном заседании был определен день проведения данного голосования. Это голосование состоится 18 марта. Пройдет оно на территории вблизи избирательных участков. Избирателям будут предложены опросные листы, в которые будут включены 14 территорий. Также на данных участках будут находиться информационные материалы, будут находиться эскизные проекты уже подготовленные. Там будут примеры благоустройства. И люди будут выбирать, какие территории им хотелось бы увидеть благоустроенные в 2018 году. Все желающие смогут познакомиться с проектами заранее. Уже 1 марта на официальном сайте администрации города будет опубликована полная информация. А уже 18 марта анапчане смогут проголосовать за понравившиеся проекты. Как правильно сделать искусственное дыхание, что делать при обморожении и какие меры принимать при отравлении. Об этом и многом другом сотрудники общеобразовательных учреждений Анапы узнали на необычном семинаре, который провели специалисты организации Академии труда. Оказать правильную первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи должен уметь каждый. Но особенно важны эти знания для людей, которые работают с детьми. В зале собрались воспитатели, учителя и другие работники общеобразовательных учреждений. Я считаю, что это необходимые знания. Про сути дела должны знать только педагоги, но все. К сожалению, у нас сейчас уровень оказания помощи, знаний по оказанию помощи желают лучшего. Поэтому вот такие занятия в какой-то степени помогут, а тем более школы, детские сады, общественные организации, где люди, дети. Это все надо знать всем. Главный помощник врача на этом семинаре – электронный медицинский тренажер. На нем можно отработать практические навыки по сердечно-легочной реанимации и искусственной вентиляции легких. В случае правильного выполнения загорается зеленый светодиод. При ошибке моргает красный. После теоретической вводной части участники семинара перешли к практике. Очень полезно, потому что не всегда мы знаем, как можно оказать первую помощь доврачебную. И очень интересно было именно на тренажере попробовать, как это спасла человека, не спасла человека. То есть знаешь, где куда нажимать. То есть в теории мы много знаем, а вот именно на практике это очень интересно было попробовать. Такие инструктажи, естественно, нужны, потому что не все об этом знают. А если знают, не все применяют эти способности. Поэтому, я думаю, это полезная информация. И даже если мы, инструктора, изучали это в университете, то это полезно повторить, потому что не все всегда об этом помнишь. Также на семинаре педагоги узнали о первых действиях при отравлении и обморожении, что делать при ударе электрическим током и комплексе реанимационных мер при утоплении. Такие практические семинары планируется провести для сотрудников всех образовательных учреждений Анапы. Руслан Душевский, Анапа-регион Завтра в сквере боевой славы пройдет митинг в честь памятной даты вывода войск из Афганистана. В это время, в 1989 году, зону боевых действий покинули 50 тысяч военнослушащих. Среди них были и наши земляки-анапчане. Подполковник в отставке, ветеран афганской войны Юрий Кунах вместе с нами вспомнил страшные события тех дней. В Афганистан Юрий Андреевич попал из учебной части. 7 сентября 1987 года его и других офицеров встретил неприветливый город Баграм. Далее передислокация на один из самых сложных участков Афгана – Паншерское ущелье. Там формировалась одна из самых крупных душманских группировок численностью более двух тысяч человек. Я знаю точно, что можно было туда, в это Паншерское ущелье, заходить дивизиями и не выйти. Это было очень опасно, очень напряженно, но периодически туда наши войска заходили на боевые действия. Служба проходила в 345-м отдельно парашютно-десантном полку на должности заместителя командира роты по политической части. Основная задача – огневая поддержка дислоцирующихся рядом других войсковых подразделений. И, как казалось, миссионерская гуманитарная помощь местному населению. Но уже после первых месяцев выяснилось – враг кругом. В Афганистане противниками были все. Все были для нас чужие. Невзирая на то, что мы им делали много добра, фактически мы их обеспечивали продовольствием, пытались обеспечить мир на их земле. Но днем они с нами улыбаются, нам улыбаются, а ночью они уходят в банду и помогают бандитам. Но самое тяжелое было впереди. Когда Советский Союз объявил о выводе войск из Республики Афганистан, полк Андрея Кунаха был замыкающим в цепи всех воинских подразделений и принял участие в последней спецоперации «Тайфун». За спиной оставались только бандформирования. Рассматривая старые фотографии, подполковник с горечью вспоминает, как по-геройски с почестями вывозили на броне последних погибших. За проявленное мужество и отвагу он был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом за службу Родине Третьей Степени. А уже в 1995 году Новая Война. На этот раз в Чеченской Республике. Защита нашей Родины от террористов происходила и происходит постоянно. Сначала на дальних рубежах, а когда они пришли к нам в дом, то пришлось и на нашей территории защищаться от них. В чем разница? В том, что все-таки чеченская кампания, чеченская война – это наша территория. И кругом наши люди, наши россияне. Дети, женщины, мирные жители. Не важно какой национальности, но они были россиянами. Сейчас подполковник работает в одной из спортивных школ. Вместе с этим ведет большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Эти встречи нужны нам, так как ветераны могут нам рассказать большую часть истории, то, которую мы не можем узнать в различных книгах, новостях. Мы можем задать свои вопросы, особенные вопросы. И он выслушает нас, так как ему важны мы, как подрастающее поколение. Ведь они заботятся о нас, так как мы – будущее нашей страны. А в этой молодежи подполковник уверен, глядя на кадетов школы имени Старшинова. Он говорит, у России подрастает достойное поколение, которое готово встать на защиту своей Родины и продолжить ратное дело в память о тех, кто отдал свою жизнь за родную землю. В Анапском археологическом музее открылась фондовая выставка античных светильников. На витринах представлено порядка 40 экспонатов, впервые выставленных на всеобщее обозрение. В общей же сложности в фонде музея хранится более 300 светильников. Находки датируются IV-II веками до н.э. Эта экспозиция – промежуточный этап работы одного из специалистов и уникальная возможность для анапчан больше узнать о культуре Древней Греции. До появления электричества людям приходилось освещать помещение при помощи огня. В светильник заливалось масло или жир, с помощью лучины зажигался фитиль. 40 античных экспонатов расставлены на витринах в хронологическом порядке. Большие и малые, открытые и закрытые, с рисунком и без. Особое место занимают светильники в виде очертаний зверей. Древние греки считали, что они отпугивают злых духов. Это светильники глиняные. Ручная работа, да. Или, может быть, на гончарном круге эти светильники делались, украшались по-разному. Здесь у нас есть и покрытый черным или красным лаком, лощения или какие-то налепы, рельефы. То есть светильники выглядят по-разному. Но предназначены они все для одного – освещать. Вот как небольшой отчет о своей деятельности проделанный, сотрудник предъявляет нам, прежде всего, на наш суд и вам, на ваш, свои достижения. В обработке фондовой коллекции, в работе с темой своей научной. Ну и вот, как такая небольшая выставка, мы планируем и не одну. Каждый сотрудник покажет свое мастерство. А эти экземпляры располагаются в постоянной экспозиции музея на центральной витрине. Это светильник в виде африканской женщины. Корзина с фруктами служит в качестве резервуара для масла. Экспонат датируется вторым веком до нашей эры. Подобных ему единицы во всем мире. Есть и другие уникальные находки. Вот этот светильник на гофрированной ножке, этот светильник – символ нашего города Горгипи. Потому что только такие светильники изготавливались здесь, на территории древнегреческого города Горгипи. Гофрированная ножка сама по себе очень красива. Вообще, иногда его делали ровненьким, но именно этот очень красив. И таким образом, потому что они не найдены больше нигде, поэтому символ нашего города. По словам сотрудников музея, на цельные экспозиции обращают внимание чаще, чем на отдельные экспонаты. Подобные выставки помогают расширить кругозоры и подогреть интерес к истории. Эта выставка продлится три месяца. Следующая запланирована на май и будет посвящена рыбацким грузилам. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион. С начала 90-х годов 14 февраля принято отмечать как День Святого Валентина. Сегодня влюбленные дарят друг другу подарки, проводят время вместе. Существует несколько версий возникновения этой традиции. Однако, как выяснили наши корреспонденты, многие анапчане и гости города-курорта предпочитают отмечать славянские праздники. Как вы сами относитесь ко Дню Святого Валентина и знаете ли вы историю этого праздника? Нет, я его не знаю и даже не собираюсь знать, потому что это абсолютно не наш праздник. Мы и так уже почти американизированы вообще полностью. Зачем? Мы вообще живем на русской земле, тем более Анапа это старинная вообще земля. Как говорится, тоже ее заселили русские люди в свое время и вон как она процветает. Поэтому у нас есть свой праздник отечественный. Недавно, правда, он возник. Это Петра и Феврония, насколько я помню, 8 июля. Этот праздник мы отмечаем и отмечаем его особым образом, потому что мы зарегистрировали свой брак в День Святого Валентина. И у нас сегодня годовщина свадьбы. Я слышала, кто такой Святой Валентин, и, по-моему, к традиционной любви он не имеет никакого отношения. А вы знаете о каких-нибудь славянских аналогах этому празднику? Словно 8 июля, День Петра и Февронии. Мы все это прекрасно знаем, но почему-то День Святого Валентина почему-то очень прочно засел в Россию. А 8 июля День Петра и Февронии. Как-нибудь с него отмечаете? Дети приезжают, стол накрываем. Ну, это же лето. На улице шашлыки делаем, поздравляем друг друга. Ромашечки дарим. Ну, у меня растут красивые ромашки. Признаваться в любви можно не только человеку, но и родному городу. Мы предлагаем это сделать необычно из-за подарки. Телерадиокомпания «Анапа-регион» объявляет фотоконкурс «Любимая Анапа». Главный приз – путевка на двоих в резиденцию Утриш. Нужно всего лишь прислать свой снимок любого вида или объекта курорта на наш почтовый ящик и заполнить анкету. Вся информация о конкурсе, правилах и сроках проведения размещена на нашем сайте anaparegion.ru. Ну, а те, кто не собирается отмечать праздник Святого Валентина, могут отметить другой, не менее интересный. 14 февраля – еще и Всемирный день дарения книг. Праздник книголюбов отмечается с 2012 года. В этот день принято дарить книги в первую очередь детям. Анапская центральная библиотека присоединилась к доброй акции. Однако, по словам библиотекарей, день дарения книг здесь проходит чуть ли не каждый день. Ежегодная акция «Хорошие книги в добрые руки» превратилась в постоянно действующую. И вот здесь на столах в нашем отделе собрана литература, которая принадлежит читателям и жителям нашего города. Здесь собрание сочинений иностранной литературы, классики и современники. И вот эта стопочка книг, она уйдет в район. Она собрана именно благодаря вам, уважаемые наши читатели. Имена и фамилии дарителей размещены на сайте библиотеки. В знак благодарности читателям за доброе дело и желание подарить своим книгам вторую жизнь. А ну-ка, парни! По таким названиям, Центр развития образования совместно с Институтом береговой охраны провели спортивные соревнования среди школьников и курсантов. Мероприятие проводится в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. В нем приняли участие 12 школьных команд, в состав которых вошли только самые спортивные ребята. Соревнования проходят на базе первой общеобразовательной школы. Команды состоят из шести человек. Им предстоит пройти военизированную полосу препятствий, причем на время. Однако, по словам участников, сделать это не так уж и сложно, когда работаешь в сплоченной команде. У нас как бы есть несколько героев, которых мы всегда надеемся. Это как сборка-разборка автомата. Вот два друга, которые как бы все-таки справляются на ура. Полоса препятствий состоит из различных элементов. Кувырки на матах, прыжки через скамейку, перенос груза, сборка автомата. Еще одно непростое испытание – быстро и правильно свернуть пожарный гидрант. Основная сложность в том, что все это нужно сделать в противогазе и за короткое время. Самое сложное – это то, что противогаз чуть-чуть большой, и он спадает. И автомат тугой. Его очень сложно. Очередное – это мероприятие, которое позволит школьникам приблизиться к тому уровню, которым предстоит в дальнейшем защита своей родины, то есть службе в рядах вооруженных сил. Поэтому они в очередной раз будут совершенствовать свои навыки, развивать их. А также они познакомятся и соревнуются с курсантами Института береговой охраны, которые уже поступили и готовятся быть защитниками Родины. Поэтому они в честной конкурентной борьбе попробуют свои силы уже с более опытными ребятами. По результатам состязаний первое место заняла команда кадетской школы. Серебро взяли учащиеся школы номер 11, а на третьем месте – спортсмены четвертой школы. Следующее мероприятие, посвященное месячнику оборонно-массовой и военно-спортивной работе, пройдет 15 февраля. На этой же площадке состоится парад юноармейских отрядов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа-регион. Курорт цветет и пахнет. В Анапу раньше времени пришла весна. Почувствовав тепло, деревья и кустарники начали распускать бутоны. Прогуливаясь по курортным улицам, мы не скажем, что февраль. Деревья и кустарники распустились буйным цветом, пробудились первые цветы. Особенно пышно зацвел миндаль. Если не ударят морозы, то в таком виде дерево простоит до конца весны. Хвастаются букетами белоснежных подснежников в своих садах и местные жители. На городских клумбах также проглядываются ранние цветы. По всей видимости, природа решила уже начать украшать город к весенним праздникам. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Она по регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ